Уважаемый господин посол, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа! Исследователи уже обращали внимание на парадоксы в жизни Юргеса Балтрушайтиса. Скажем, питая страсть к литературе, к поэзии, в университете он изучал математику и физику. Женившись на дочери миллионера, не вылезал из нужды. Закрытый и неразговорчивый, избегал политики и публичности. И в то же время он стал дипломатом. Упомянутые парадоксы сами по себе интересны для разговора о феномене Балтрушайтиса. Однако я хочу раскрыть только последний из них, касающийся дипломатической карьеры поэта. Под феноменом Балтрушайтиса я имею в виду комплекс качеств, выделяющих его в общем контексте дипломатической службы Литвы и не менее обширный комплекс вопросов, касающихся его дипломатической работы, которые до сих пор обсуждаются историками. Остановлюсь на трех аспектах феномена Балтрушайтиса. Первый. Каким образом человек, поэт, широко известный в интеллектуальных кругах Москвы, но практически незнакомым литовским политикам сумел стать представителем Литвы в такой специфической и чрезвычайно важной для Литвы страны, как Советская Россия. Второй. Балтрушайтис был и остается известным поэтом, но меня больше интересуют его успехи или неудачи в дипломатическом поприще. И, наконец, третье. Как объяснить секрет его дипломатического долголетия в Москве? Итак, каким образом московский поэт стал посланником Литвы? На заре восстановления независимости Балтрушайтис, как уже отмечалось, в политических кругах Литвы практически был неизвестен. В период с 1916 по 1918, когда литовская элита интенсивно работала над проектом возрождения государства Литовского, Балтрушайтис в этой работе участия не принимал по одной простой причине. Он жил своей жизнью в Москве, жизнью поэта, и этим все сказано. Во время Первой мировой войны Балтрушайтис помогал литовцам, очутившимся в Москве, участвовал в работе Литовского комитета помощи жертвам войны. Работая в комитете, он познакомился с многими литовцами, студентами, инженерами, вынужденными временно покинуть Литву. Некоторые из них после восстановления независимости заняли в Литве ответственные посты. Можно только представить себе удивление Балтрушайтиса, когда, узнав о прибытии делегации Литвы в Москву на переговоры с правительством Советской России о заключении мирного договора и, поспешив на встречу в гостиницу «Княжный двор», он встретил там старых своих знакомых Томаса Нарущавичаса и Пятроса Климаса. Между прочим, они были не рядовыми членами делегации, а возглавляли ее. Первый был председателем делегации, второй – вице-министром в Литовском МИДе. Прибывшие в Москву литовские дипломаты интересовались у старого москвича о политической ситуации в Советской России и были удивлены его исчерпывающими ответами и глубиной анализа. Наверное, именно тогда в их головах и проскользнула мысль, что такой человек в Москве может быть очень полезен Литве. Тем более, что Балтрушайтис, как председатель Московского Союза писателей, имел обширные связи в Москве, владел несколькими иностранными языками. После некоторых размышлений Норос и Климас спросили у Балтрушайтиса, не согласился бы он поучаствовать в создании представительства Литвы в Москве. Такой образованный человек был настоящей находкой для дипломатической службы Литвы. Однако переход Балтрушайтиса на дипломатическую службу столкнулся с немалыми трудностями. Далеко не все в правительстве и в МИДе были уверены, что Балтрушайтис этот человек способен профессионально и твердо отстаивать интересы Литвы в Советской России. Аргументы о его широком круге знакомств или о его влиятельных друзьях в Москве не всех убедили. Те, которые сомневались, мыслили рационально. На самом деле, кто тогда составлял ближайший круг друзей Балтрушайтиса? Поэты, писатели, композиторы, иначе говоря, творческая интеллигенция Москвы. Кто из них имел хоть какое-то политическое влияние? Да никто не имел и не мог иметь. Они просто пытались выжить многие из них мечтали каким-то образом перебраться в Европу, в Париж или любой другой город в Европе. Позднее некоторым из них Балтрушайтис помог осуществить свою мечту. Насколько мне известно, в то время никого из лидеров большевиков он не знал. То же самое касается и о его познании России. Балтрушайтис, конечно же, знал Россию. Но какую Россию? Он знал и понимал старую Россию, но не мог знать, тем более понимать, большевистскую Россию. Был еще один нюанс против назначения Балтрушайтиса. Кое-кто сомневался, как привыкший к богемной жизни поэт справится с новыми обязанностями, намекая на некоторые человеческие слабости Балтрушайтиса, которых не могла не заметить и делегация Литвы, свободное от перегоров время, проводившее в княжном дворе в компании Балтрушайтиса. Правда, тогда эти слабости списывали на депрессию, которую поэт испытывал из-за своего безвыходного положения. После томительного ожидания Балтрушайтис получил назначение, правда, не совсем такое, на какое надеялся. Его назначили советником представительства. Однако в апреле 1921 года он уже поверный в делах, а с 1922 года и чрезвычайный посланник и полномочный министр. Таким, скажем, непростым образом, несмотря на все сомнения и препятствия, московский поэт стал посланником в Литвы, в Советской России. Теперь об успехах Балтрушайтиса на дипоплотическом поприще. Те, кто рекомендовал Балтрушайтиса на дипслужбу, не ошиблись в его аналитических способностях. За годы работы в Москве Балтрушайтис написал в МИД тысячи политических рапортов и, надо признать, писал он отлично и имею, конечно, в виду не стиль, это как раз не удивляет, а уровень его информированности и глубина анализа. Например, в первые годы после победы большевиков многие были уверены, что у власти они долго не продержатся. Такое мнение разделяли и в дипломатических кругах. Балтрушайтис придерживался другой точкой зрения. В своих рапортах в Каунас он утверждал, что большевики это серьезная политическая сила, а болтшевизм это надолго, и он был прав. Балтрушайтис, как большинство литовских дипломатов, основной целью внешней политики Литвы считал исправление исторической несправедливости, невосполнимого ущерба, нанесенного Польшей, оккупацию, а потом и аннексию исторической солицы Литвы, Вильнюса и Вильнюсского края. Мы без Вильнюса не уймемся в самый популярный лозунг в Лите в то время. Ради достижения этой цели литовцы были готовы на любые жертвы. Мы объединимся хоть самим дьяволом, чтобы вернуть в столицу, говорили тогда литовские дипломаты и военные. Однако огромная диспропорция потенциалов Литвы и Польши, в первую очередь военных, не позволила литовцам самим в одиночку достичь этой цели, а надежды на Лигу наций не оправдались. Каунасу надо было искать союзников, которые могли иметь интерес помочь Литве в ее неравной борьбе с Польшей. Таких государств было только два. Германия и Советская Россия. Два изгоя в послевоенной Европе. Германия унижена Версальским миром, большевистская Россия никем не признана, тонет в насилии и в хаосе. Но и на это рассчитали в Хаунасе, оба они имели свои счеты с Польшей. Вера в то, что Берлин и особенно Москва окажут помощь в вильнюсском вопросе, в политических и дипломатических кругах Литвы, особенно в 30-е годы, была настолько сильна, что иногда переходила к грани разумного. Это заметно и в деятельности посланника Литвы в Москве. Балтуршат из самого начала своей дипломатической работы старался подчеркнуть особый характер отношений между Литвой и Советской Россией. В своих официальных речах он не жалел комплиментов в Москве и иногда попадал в неловкое положение. Так случилось, например, в июле 1922 года при вручении верительных грамот председателю в ЦИК Калинину, когда Балтуршатис своей речи с Пафосом говорил о литовских симпатиях к Москве. Речь представителя Литвы была перепечатана в московских известиях и разразился большой дипломатический скандал. На слова литовского дипломата обратили внимание во многих столицах Европы. Официальный Каунас тоже не скрывал недовольствия речью Балтуршатиса. Момент для такого выступления был выбран явно неудачно. В 1922 году Литва ждала, чтобы великие государства признали ее де юре. И такой демарш в Москве мог иметь последствия. Балтуршатис оправдывался, но его аргументы литовские мид не убедили. В Каунасе даже обсуждался вопрос о его замене. В первый, но далеко не в последний раз. Балтуршатис слал эмоциональные письма один за другим своим друзьям, извиняясь и в то же время оправдываясь, но своей ошибки признавать не хотел. На слабые моменты в его аргументации в личном письме Балтуршатису указал один из наиболее опытных литовских дипломатов Бронюс Казис Балутис. Цитирую отрывок из его письма. «Ваша мудрая тактика не раздражать русских должна иметь свои пределы, а то у нас создается впечатление, что русские расшифровали нашу тактику и, используя ее, начинают применять свою тактику, которая описывается поговоркой «все козы лезут на нагнутое дерево». Нам не надо дразнить русских, это правда, и ваши заслуги в мудром применении этой тактики очевидны, но эта тактика может быть плодотворной только в том случае, если мы сами себя будем уважать. Не думаю, что отказываясь от наших ясных и неоспоримых прав или не защищая их с честью, мы заслужим больше уважения». Конец цитаты. Это был дружеским и честным предупреждением от одного из руководителей МИДа о настроениях в отношении к Балтрушайтису в Кавнусе, побуждавшие его принять меры не допускать дальнейшего роста настроений такого рода. Балтрушайтис к этому совету не прислушался. В дипломатической карьере Балтрушайтиса наибольшим достижением следует считать его вклад в заключение договора между Литвой и СССР о ненападении и нейтралитете, подписанной в Москве 28 сентября 1926 года. Переговоры были трудными, длились более полугода и в Каунасе, и в Москве. В процессе переговоров несколько раз возникали кризисные моменты, ставившие под угрозу подписание договора. Народный комиссариат иностранных дел, далее я буду говорить НКИД, не желая портить отношения с Берлином, даже слышать не хотел о гарантиях западной границы и Литвы, имея в виду присоединение Клайпельского края к Литве, уклонялся и от конкретных политических, не говоря о военных обязательств и по вильнюсскому вопросу. Положение Балтрушайтиса в процессе переговоров было очень сложным. В Каунасе надеялись получить максимальный результат, а НКИД не был готов удовлетворять желание Литвы. В такой ситуации Балтрушайтис очутился между молотом и наковальней. Каунас не устраивал отсутствие твердости в его позиции, а Москва была довольна тем, что Балтрушайтис не может убедить правительство Литвы пойти на уступки. Следует признать некоторые ошибки посланника Литвы в процессе переговоров. Балтрушайтис однако в то же время надо признать и другое не Балтрушайтис ни любой другой дипломат не смог бы преодолеть слишком большие расхождения в позиции двух стран. В процессе переговоров в правительстве Литвы которым руководили христианские демократы опять обсуждался вопрос о замене посланника в СССР. На этот раз дипломатическую карьеру нашего героя спасли результаты выборов Сейма Литвы на которых победил Кристианский Народный Союз вместе социал-демократами образовавшие левое коалиционное правительство премьер-министром в котором вновь стал старый знакомый Балтрушайтис Балтрушайтиса Слежавичус Приезд премьер-министра Литвы в Москву для подписания договора о ненападении осенью 1926 года демонстративно торжественный прием оказанный Слежавичусу был звездным часом в дипломатической карьере Балтрушайтиса Однако 17 декабря 1926 года в Литве произошел государственный переворот и к власти пришли другие политические силы под руководством президента Сметона и премьер-министра Валдемароса и оба они не питали к Балтрушайтису больших симпатий После переворота Вальдемарос сразу дал понять что не потерпит вмешательство Москвы во внутренние дела Литвы По отношению к литовским коммунистам которые в Литве трактовались как агенты комментерна были приняты крайне строгие меры отношения между Каунасом и Москвой на некоторое время резко изменились Это обстоятельство конечно же не могло не повлиять и на положение посланника Литвы в СССР Конфликт возникший между президентом Сметоной и премьер-министром Вальдемаросом разрешился в 1929 году отставкой второго то есть Вальдемароса и это обстоятельство позитивно подействовало на двухсторонние отношения и на положение Балтрушайтиса в Москве укрепив его позиции в Каунасе 12 июля 1930 года Литва и СССР отмечали десятилетие подписания мирного договора а 14 октября того же года в Москве отмечалось десятилетие службы Балтрушайтиса как главы представительства Литвы по этому случаю коллегия НКИД в честь Балтрушайтиса дала торжественный ужин на котором участвовало практически все руководство НКИД это было не только признанием заслуг Балтрушайтиса но и демонстрацией особых отношений двух стран на внимание оказанного Балтрушайтису обратили внимание и дипломаты других стран например британский дипломат Вильям Странг в рапорте Foreign Office писал что сам юбильяр по поводу ему оказыванного внимания не имел никаких иллюзий будучи уверен что таким образом Москва старается привязать Литву покрепче к СССР стараясь воспрепятствовать возможному сближению Каунаса и Варшавы этот эпизод свидетельствует о том что с годами проведенными на дипломатической службе набираясь опыта Балтрушайтис прощался с некоторыми своими иллюзиями которые были свойственны ему не только ему но и другим литовским дипломатам он делал все что было в его силах стараясь помочь своей стране не все его убеждения выдержали испытания временем например его уверенность в том что Литва и Советский Союз способны и должны строить конструктивные отношения ради чего он был готов идти на уступки иногда очень сомнительные постоянно стараясь угодить Москве не помогла Литве в 1940 году сохранить независимость и в заключении о 18-летнем дипломатическом рекорде Балтрушайтиса не буду утвердать что это достижение достойно книги рекордов Гиннеса однако согласитесь причина такого долгого дипломатического пребывания следует обсудить особенно имея ввиду некоторые аспекты личности Балтрушайтиса его взглядов и их соответствия или не соответствия политическому тренду доминировавшему в Литве межвоенный период как уже говорилось Балтрушайтис несомненно был левых взглядов и это очень важный аспект говоря о феномене Балтрушайтиса надо иметь ввиду что левые партии до лета 1926 года на выборах в Литве обычно уступали правым а после переворота 1926 года они постоянно были в оппозиции это обстоятельство несомненно влияло на положение Балтрушайтис внутри Литвы однако несмотря на все несовпадения политических взглядов посланника Литвы в Москве с общим политическим трендом страны на своем посту он сумел продержаться целых 18 лет продержался несмотря на то что практически каждое правительство Литвы невзирая на политическое направление строило планы замены посланника в Москве не исключая и правительство Слежавичуса друга Балтрушайтиса и причины тому не только политические некоторые связаны с характером Балтрушайтиса у него был сложный и даже тяжелый характер как и многие творческие личности он был убежден что солнце крутится вокруг него проблема в том что в дипломатическом мире такой закон не действует ни в одной стране есть четко установленные правила в том числе и правила поведения дипломата в отношении с центром а особенно в отношениях с властями в стране пребывания и не имеет значения работает он в Лондоне Париже или в Москве к сожалению эти правила Балтрушайтис не всегда соблюдал его художественная натура часто преобладала над принципами принятыми в дипломатии министр иностранных дел Литвы Дова Зауниус имел цель убрать Балтрушайтиса из Москвы и даже придумал сложнейшую комбинацию по ротации посланников Литвы в четырех странах свои намерения мотивируя обязательством для дипломатов обязательной для дипломатов ротацией не взирая на их ранги но и Зауниусу не удалось довести свою комбинацию до конца трое из послов поменяли страну пребывания а Балтрушайтис остался в Москве причина тому проста народный комиссариат иностранных дел дал очень чет ясно понять что утверждение кандидатуры нового посланника Литвы может затянуться на неопределенное время после консультации с президентом министру Зауниусу пришлось отказаться от своих планов и Балтрушайтис вновь выстоял в 1933-35 годах отношения Литвы и Советского Союза переживали Ренессанс положение Балтрушайтиса и в Каунасе и в Москве вновь окрепло однако особых результатов для Литвы вышеупомянутый Ренессанс не принес Балтрушайтис пришло 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 поковат чемоданы и на этот раз Москва тому не возражала Балтрушайтис уехал из СССР в апреле 1939-го при не совсем понятных обстоятельствах но навряд ли он очень этому огорчался так как поехал он в страну которую всегда любил Францию получив в принципе почетное назначение советником представительства Литвы в Париже кто-то однажды сказал оба упрошайтесь Литовец в Москве русский в Каунасе эти слова как нельзя лучше характеризируют жизнь и дипломатическую службу Юргиса Балтрушайтиса как бы еще раз обращая наш взор на феномен Балтрушайтиса спасибо за внимание спасибо за великолепный доклад но еще вопрос не уходи все-таки Витутас упомянул про те попытки Каунаса имея ввиду что и левые потом правые были власти Сметона как все-таки в чем феномен долгожительства Балтрушайтиса как посла что его спасало в конце концов от всех веяний из Каунаса в первую очередь то что скажем в самом начале независимости перед независимости не очень много было и желающих ехать в Москву послом не послом посланником так как Москва тогда жила не самой легкой жизнью вы наверное знаете какие были экономические финансовые положения Москвы так что люди когда имели возможность выбирать они выбирали лучше Париж Вашингтон Берлин или любой другой город но было еще одно обстоятельство и я вам примером расскажу это когда министр Зоуниус придумал очень сложную комбинацию чтобы снять Балтрушайтиса из Москвы и комбинация была на самом деле очень сложная он не так что Балтрушайтиса отзываем из Москвы он придумал ротацию четырех послов и Балтрушайтис попадал в эту ротацию с этими четырехи послами три послы уехали сменили местонахождение Балтрушайтиса остался в Москве почему потому что в народном комиссариате иностранных дел Каунасу было дано четко понять если зовете Балтрушайтиса нового кандидата подтверждение нового кандидата будете очень очень долго ждать так что был и некоторое Балтрушайтис имел некоторую поддержку народного комиссариата иностранных дел они не хотели с ним до времени прощаться до времени потому что его вообще-то уезд из СССР в 39-м году весной не совсем ясен как он случился есть версию что его может быть даже попросили уехать из Москвы спасибо спасибо иностранных дел